Шаббат шалом, шаббат шалом, мирной, спокойной субботы. Я не уверен, что я могу ее назвать мирной, такой спокойной сегодня. У меня какое-то особенное волнение. Ну, еще с дороги я прилетел к вам из Белоруссии, из Минска. Мы с Сережей, с Шимоном, да, с Шимоном давние друзья и коллеги. Мы, да, много делали музыкальных проектов, когда Сережа еще был в Минске. И потом мы поддерживали постоянно связь. И, да, зовут меня Борис по паспорту, но Господь мне дал второе имя. И, знаете, для меня это значимо. Я объясню, почему. Потому что я смотрел, у каждого имени есть свое значение, вы знаете, да? Особенно в еврейской традиции это очень важно. И имя Борис, полное значение этого имени Борислав. То есть борящийся за славу. То есть человек, который борется, ну, чтобы как-то в жизни утвердиться, прославиться и так далее, и так далее. Знаете, и я анализировал свою жизнь, пока я был духовным Борисом. Я постоянно боролся. Я боролся со всеми. И в первую очередь я боролся с Богом. Был такой парень, Иаков, он боролся с Богом. Вот. Но я не так, как Иаков боролся. Я, знаете, я порой бегал от него. И когда меня порой люди спрашивают, как ты пришел к Богу? Я не родился в верующей семье. Мои родители евреи, и папа, и мама. Но у нас была светская семья, обычные светские евреи в Минске. Знаете, в Минске, в Беларуси, это черта оседлости была. Я думаю, как и на Украине. И очень много евреев жило. Ну, как вы знаете, потом много уехало евреев. Очень много уехало. Но мои родители остались. Сестра только уехала. И, ну, я остался в Минске. И, знаете, я постоянно боролся. И боролся с Богом. И когда у меня нет силы, когда не было сил бороться с Богом, я убегал от него. Вот бегал от него. Но, знаете, я вам должен сказать одну вещь. И это великая сила, и это великое чудо. Куда бы я ни бежал, там был Бог. Я пытаюсь от него убежать. Я как-то видел картину. Очень интересно. Но я люблю наблюдать за самыми простыми вещами. И, знаете, в самых простых вещах есть Бог. В самых простых. Казалось бы, в незначительных. И я видел такую картину в Минске. Детская площадка. И на детской площадке отец игрался с мальчиком. С маленьким мальчиком. Совсем малыш еле передвигал ножками, но уже бегал. И, значит, он его выпускает. И мальчик бежит от папы. Он бежит, и так уже разогнался. И, знаете, и папа потихонечку, не спеша обходит с той стороны. И малыш тот бежит, и к нему в коленке. Бух упирается. А, папа разворачивается и бежит в другую сторону. И там папа, знаете, он снова упирается в него, и снова упирается в него. И я посмотрел, и думаю, Господь, наверное, и я так в своей жизни. И... А потом, когда я стал читать, изучать Библию, я... Моя любимая книга в Писании, это книга Псалмов. Это, знаете, это особенное отношение Бога и человека, книга Псалмов. И 138-й Псалом. Когда я прочел и увидел это, куда, Господи, куда пойду от Духа Твоего, и куда убегу от лица Твоего? Господи, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там Ты, Господь. Спущусь ли в преисподнюю? И там Ты. И вы знаете, Ешо в буквальном смысле, он ради нас, он спустился в преисподнюю. Мало того, он сошел на землю, и после земли он еще спустился в преисподнюю. Он полностью совершил служение. Поэтому Писание говорит, перед ним поклонятся все. Всякое колено, всякие власти небесные, земные и преисподние будут поклониться ему. И когда я это понял, я сдался Господу. И через какое-то время я оказался волею Господа. Я оказался в мессианской общине еврейской. Вот как представляли меня, ваш раб представлял, и Серега, наверное, рассказывал, друг мой. Я оказался в мессианской общине, звезда Вифлеема, есть такая община в Минске, еврейская мессианская община, пастор Владимир Хасин. И знаете, и я там потихоньку становился барухом. А барух, вы знаете, я думаю, вы прекрасны, что-то какая-то у меня нееврейская голова, кипа все время падает. У меня такое ощущение, что я уже перестаю быть евреем. Надо возвращаться в Минск, все время падает кипа. Что-то прицепить. И знаете, и... Браха, я думаю, вы прекрасно знаете это слово. Браха это еврейское слово благословения. Барух переводится как благословенный. И когда я получил и это новое имя, получил и в синагоге его, знаете, я в моем сердце, Господь дал такое откровение, быть просто барухом. То есть быть благословением для людей. Просто быть... Я половину жизни, я жил для себя, большую половину жизни. Сейчас я хочу жить для людей, просто быть благословением для людей. Где бы я ни находился, в своей семье, для своей супруги, для своих детей, они, правда, уже выросли, живут отдельно. Но быть для своей общины, для своих соседей, даже для своих врагов, я хочу быть благословением. И, ну, это искреннее, это желание моего сердца сегодня и вот дальнейшие дни быть для вас просто, знаете, благословением. Отпускай хлеб твой по водам и будь благословением для людей. Я хочу быть для вас сегодня благословением. И короткое слово. Ваш Раф попросил меня что-то сказать о Пейсахе. Ну, Пейсах еще не настал. Но, знаете, я... Это слово, да, мы... Предварительный у нас был разговор. Это слово родилось у меня в самолете. У меня... Ну, я проповедую и по церквам, по Белоруссии езжу, где-то еще бывает, в своей общине. Когда, знаете, Раф уезжает, и я использую момент. Раф уехал. Вот. И у меня были заготовленные, как бы заготовленный спич какой-то, заготовленное слово. Но когда я летел в самолете, можете себе представить, из Минска, Франкфурта, и потом из Франкфурта в Сиэтл, летел я больше 10 часов, да, по-моему, около 12 часов летел. И, знаете, ну, так, удобный самолет, кресло и там мониторы. И я обратил внимание, вдруг какой-то момент, ну, я летел, там, нас покормили в самолете, и вот так. Ну, чем-то надо заняться. И я включил какую-то, нашел, я не помню, какую-то программу. А, программа, которая показывает, как летит самолет. Навигатор, навигация, да. И мне было очень интересно, как мы летим. И я вдруг обратил внимание, что вообще в самолете происходит. Кто-то смотрел фильмы, рядом со мной сидели, смотрели фильмы. Кто-то ехал с ребенком, летел с ребенком, с ребеночка там баловался, укачивал кто-то ребенка. Кто-то что-то пил, кто-то что-то кушал. И такое, знаете, напряжение первые, первые пару часов полета, напряжение спало, и люди чувствовали уже себя, как в такой комфортной, удобной гостинице. И я летел, и я как-то, ну, я верю, это от Господа. И Господь просто пришел ко мне, вот пришел прямо в самолете. Это переживание очень глубокое. И я представил, что я на высоте от земли где-то 10 километров. Где-то примерно расстояние, когда самолет набирает высоту, 10 тысяч метров, 10 километров. А для меня так это обыденно. Я вроде лечу, вот Шимон, ваш Раф пригласил меня. Ну, так нормально. Я, правда, первый раз в Америке, ну, вот посетил, да, я в Европе бываю, но в Штатах первый раз. Ну, как-то я, ну, я не волновался, не знаю. Ну, вот давно мы готовились, давно мы говорили с Сергеем об этом. И знаете, и вдруг пришел Господь ко мне, и я в своем сердце услышал такой голос. На самом деле, каждая минута, каждая секунда твоей жизни, то, что ты вздохнул, это чудо. Ты открыл глаза, ты утром проснулся, это чудо. Вот женщина с ребенком, это чудо. Чудо. И когда это слово, знаете, во мне просто прозвучало это слово, чудо. На иврите чудо, ниссе, да, ниссе, по-моему, чудо. И пасхальный месяц, вы знаете, как называется, даже в синодальном русском переводе, в синодальном русском переводе, молодцы, ребята, которые переводили это, они сохранили 14-го числа месяца Ниссана. Они сохранили это название. В древнем Израиле, вообще в Израиле месяцы не имели названий. Вы знаете, первый месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый, пятый, шестой, седьмой месяцы просто нумеровались, да? Такого-то числа первого месяца, да будет, помните, да, первого месяца, первого дня, первый день первого месяца, да будет у тебя праздник, труп, священное собрание. Вы знаете прекрасно, у вас такая община. Я следил за вами в Ютьюбе, я смотрел ваши служения, и мы с супругой смотрели, и Света, так, тебе надо туда ехать. Так она меня благословила. Знаете, ну класс, Левит 23 глава, которая четко указывает все праздники, и именно в Евангелии, я не помню, по-моему, в Евангелии от Матфея, я не помню, но в одном из Евангелия именно указано, 14-го числа месяца Ниссана. Ниссан, потом стали эти еврейские месяцы называть, и это название, и название месяца от еврейского слова, от древнего еврейта Несе, что Несе, 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 я не буду точь, Нис, Нис, да, по-моему, точно, Нес. 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 Чудо. И на самом деле, это месяц чудес, я вам должен сказать. И когда я вот летел в самолете, обыденная, абсолютно обычная, Серега, ну обычная ситуация, там что-то, там какой-то сок пил, такая абсолютно, и просто пришел Господь и сказал, чудо. Чудо. Чудо в твоей жизни, чудо, что ты летишь в Штаты, в Америку. Чудо, что ты не просто летишь, ну, знаете, так вот, послужить, а ты летишь. Знаете, у меня было несколько приглашений в Америку, но я отказывался, я не знаю почему. Я думаю, Бог вкладывал мое сердце, меня приглашали, ну, неважно. И знаете, у меня не лежало это на сердце, и какие-то дела были в Минске, и я говорил, нет. Но сейчас вот пришло время. И знаете, все является в жизни человека чудом, все. Но особенно есть месяц, особенно есть месяц, и ожидайте от него, знаете, таких особенного чуда. Это месяц Несан. Более того, Всевышний, Господь, знаете, какая первая заповедь, самая первая заповедь, какую Всевышний дал евреям, перед тем, как начинались все эти пасхальные события, перед тем, как надо было взять жертвенного ягненка пасхального, разрезать его, помазать, ну, вы знаете, съесть его и выйти из Египта. Самая первая заповедь, я никогда не задумывался об этом. Исход, книга Шмот, да, на иврите, Шмот, исход, тринадцатая глава, И сказал Господь Моисею, говоря, Ой, простите, двенадцать, да, да, простите, двенадцатая глава, да, И сказал Господь Моше и Арону, я читаю синодальный перевод, у меня Тора такая огромная, большая в Минске, поэтому я, ну, не стал брать ее с собой большой вес, И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, в земле египетской, Послушайте, в земле египетской говоря, Месяц сей, вот этот месяц, который наступает, да будет у вас началом месяца. К слову говоря, месяц Ниссан, он был седьмым вообще месяцем, потому что первый месяц это месяц Тишрей, если, ну, да, Тишрей, это тот месяц, который мы празднуем, Йом Труа, Йом Кипур, вот эти осенние праздники, пророческие праздники. И Он, и Всевышний дает нам такой знак месяцей, да будет у вас началом месяцев, первым, да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилев, вы знаете, что в десятый день нужно было взять пасхального ягненка, барашка, три дня держать его во дворе, и потом, вы знаете, это прекрасно не лучше меня. И я хочу сказать, просто, знаете, ну, вдохновить, как Господь вот меня просто очень сильно коснулся там в самолете, и я просто смотрел на все, как на что-то чудесное. Знаете, наша жизнь – это чудо, жизнь ближнего твоего – это чудо. То, что сделал Ешо, мы, вообще, мы верующие люди, мы порой, как бы, знаете, мы привыкаем. Мы привыкаем к Богу, мы привыкаем к чудесам, и вроде бы реальные, явные чудеса, они перестают для нас быть чудесами. Мы привыкаем к нашим родителям, к нашим детям, мы привыкаем к тому, что каждый день хлеб на нашем столе. У вас прекрасная, благополучная страна. Ну, и мы, ну, и у нас, может быть, не так благополучно, но у меня благополучно, потому что у меня великий Бог, благословенный Господь, который благословляет меня везде, где бы я ни был. Спущусь, спущусь ли в преисподнюю, Господь, и там ты. Но Господь не дал знак такой, знаете, не привыкай к этому. Каждый раз, каждому, каждому дню, каждой секунде твоей жизни относись как к чуду. Ты открыл свои глаза, Бог даровал тебе жизнь. Поблагодари Господа и скажи, Господь, реально это чудо. Поверьте, я проходил в своей жизни такое, что, знаете, у меня, ну, у меня в моей жизни были реальные чудеса. Причем чудеса, как такие, знаете, радостные, то есть радость, и были чудеса трагические. В моей жизни очень были серьезные, трагические, ну, потрясения в моей жизни, Шимон знает, очень серьезные потрясения, которые, может быть, знаете, из-за которых я бы, может быть, даже ушел бы от Бога. Но я благодарю моего Господа, который, знаете, утвердил меня, он приходил ко мне и говорил, да, это чудо в твоей жизни, даже это является чудом твоей жизни. И потом, когда я открыл 117-й Псалом и прочел несколько стихов Давида, и я увидел, что Бог говорит это ко мне. Строго наказал меня Господь, послушайте, строго наказал меня Господь, но смерти Он меня не предал. Буду жить и возвещать дела Господни. И я сегодня перед вами, и то, что я сегодня перед вами, это чудо. То, что мы дожили до этой субботы, до этого шаббата, до этого прекрасного дня, это чудо. То, что совершил Ешуа на стойке казни. Знаете, мы привыкли, и весь мир христианский, он как бы к этому привык, потому что кресты мы видим везде, уже не только на церквах, мы видим на ушах, на сережках, на кольцах, на амулетах, послушайте, но это не было украшение. То, что люди превратили в украшение для Ешуа, это была стойка казни, стойка позора, это был жертвенник новозаветний. Если вы будете читать книгу Левит, да, Ваикра, я еще успел, мы перед отъездом, мы читали первую недельную главу, вы же тоже, да, недельную главу проходите. Первая недельная глава, она так и называется, Ваикра. И вы помните, что когда резали жертвенных животных, кровь нужно было слить к подножию жертвенника, буквально на землю. И кровь Ешуа, она буквально лилась к подножию креста, к подножию стойки казни. Это мы сейчас называем крест, но в то время это называли стойка позора, стойка казни. И это была смерть, мало того, что она была мученической, знаете, это мучительная смерть, болезненная смерть, это была позорная смерть. По-разному можно умереть, согласитесь. Недавно у нас прямо на служении умер человек, я даже не скажу умер, знаете, он отошел в вечность. И это была, и сначала люди не знали, я во время поклонения, во время прославления. Этот человек вышел, он никогда не танцевал. Мужчина, он вышел, и он поднял руки, он стал благословлять Господа, он стал плясать, и потом он ушел в конец зала. Я не видел, что происходило. Мы поклонялись с нашей группы прославления, он ушел в конец зала, потом мне рассказывали, он встал на колени, стал молиться, и все, и упал. Люди, конечно, был переполох на служении, приехала скорая помощь, потом вызвали милицию, ну, потому что такая, знаете, так такая, да. И у людей была растерянность на лицах. Но потом один человек, один из наших служителей, он встал и сказал, такую смерть нужно заслужить. Такую смерть во время поклонения. И знаете, ну, мы, и для меня это было очень сильным таким знаком, и тоже чудом. Все в нашей жизни – это чудо. Наше рождение, рождение наших детей – это чудо. Смерть – это чудо. Потому что, по большому счету, смерть – это не смерть, это переход. По-моему, то ли на армянском, то ли на грузинском языке. У нас как-то служил верующий брат, такой благословенный брат, по-моему, с Арменией. И он говорит, то слово, которое у нас на русском звучит как смерть, смерть, то есть как бы конец, он говорит, у нас нет. На армянском языке это слово обозначает переход. То есть человек, они говорят, вот мы говорим, человек умер. В армянском языке это звучит как человек перешел. Это буквально так. Я хочу вдохновить вас и сказать, что у нас начинается, в нашей жизни начинаются чудеса. И они были всегда, это не значит, что их не было. Но давайте ожидать всегда чудес в своей жизни. Всегда. Потому что это, ну, это то короткое время на земле, в котором мы живем – это чудо. И, может быть, поэтому Господь сказал Моисею, и скажи сынам Израилевым, теперь у вас седьмой месяц, седьмой месяц будет первым месяцем. И что интересно, последнее свидетельство, и я сяду, последнее свидетельство. Когда-то мы встречали шаббат, и я, знаете, мы читали книгу «Бытия» с самое начало. И я читаю, мы с супругой читали, я читаю, знаете, что Господь сотворил человека, и в шестой день Господь сотворил человека, и в седьмой день Господь почил. Да, все, он отдыхает. И мне пришла мысль, первый день человеческой истории, когда человек, вот человек открыл глаза, включились часы для человека, для человеческой истории, в нашей с вами истории включились часы. И первый день для человека был не рабочий день, а шаббат. Шаббат – это для нас с вами, это первый день. И знаете, и человек открыл, и просто в моем воображении, я не знаю, может быть, больном воображении, но просто нарисовалась картина. Человек вот лежит, знаете, Адама, земля, глина, Адама, и Господь вдохнул у него дыхание жизни. Человек открыл глаза, и Господь не сказал ему «Иди пахать, давай, иди возделывать сад», нет. Всевышний сказал ему «Сынок, здравствуй, сегодня мы будем с тобой общаться, сегодня мы будем отдыхать, а может быть, папа может что-то...» Нет, сынок, сегодня первый твой день, и это шаббат. Ведь первый день, у Господа это был седьмой день, но он для нас, для людей, это первый день. Я просто подумал, ведь на самом деле самый главный день, я всегда считал, что воскресенье, все, вот первый день, первый день недели, мы начинаем работать, мы в какие-то дела бросаемся, но ведь первый день, когда человек открыл глаза, стал дышать, в него Господь вдохнул дыхание жизни, и он стал активно, ну, активно жить, это шаббат. И, знаете, Господь в нашей жизни может все менять. То, что для нас главное может стать, Господь может сделать второстепенным. И то, что для нас было вроде бы второстепенным, Господь может сделать очень главным, самым главным. Поэтому я хочу сказать, праздник Ниссан, месяц, праздник, простите, праздник Пейсах, что означает перепрыгнуть. Смерть перепрыгнула через наши дома. Смерть, ангел-губитель, Пейсах, это не просто пройти мимо, даже, да, перепрыгнуть. Ангел Господень, ангел-губитель, которого послал Господь, он перепрыгивал через дома, потому что так повелел Господь. И это чудо. То, что сегодня ангел-губитель перепрыгивает, он обходит нас, потому что на наших домах, на наших жизнях кровь Ешуа. И это великое, великое, великое чудо. Будьте благословенны, и пусть Господь благословит вашу общину. И, наверное, я, да, спою песню. И эта песня благословения, вы прекрасно знаете, числа шестая глава. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе шалом мир. Пожалуйста. Спасибо огромное, дорог, огромное спасибо. Прекрасное прославление, прекрасное время. Еще, еще раз вспомнить нам о том, что Творец творит чудеса в нашей жизни. Если вы помните, мы на Хануку подобные вещи проповедовали, когда мы праздник Ханука празднуем восемь дней в честь этих восьми светильников, да, которые горят сверхъестественным образом. Но, кстати, один из них не горел сверхъестественным образом. Первый день – это естественное зажигание масла было, а вот семь последующих – это сверхъестественно, правда? Но почему-то празднуется этот праздник не семь дней сверхъестественного чуда, а все восемь. Оказывается, первый день горения масла, казалось бы, самый естественный процесс, спичку поднес, и оно зажглось. Представьте себе, когда-то в этом мире первый раз кто-то добыл огонь. Это было чудом. А у нас сегодня это чудо – получить огонь. Мы привыкли к чудесам. Мы привыкли к чудесам. Мы часто говорили о том, что те люди, которые выросли на море, обычно они там не купаются. А те, которые выросли на курортах, тоже там не отдыхают. А вот люди, которые не имеют курорта или моря, они платят деньги, причем большие, едут за тысячи километров, чтобы окунуться в этой соленой воде, погреться на солнце. Особенно, когда приезжаешь в Мексику. Мексиканцы не отдыхают, отдыхаем мы. А они работают, живут себе потихонечку. А если забывают, что они живут на красивом океане, мы привыкли к чуду. Мы привыкли к тому, что Всевышний дает нам бесплатно. Дыхание жизни. Мы проснулись, у нас жизнь в сердцах наших, в сердцах наших детей. У нас есть силы трудиться, работать, зарабатывать. Это самые великие чудеса в нашей жизни – видеть своих домашних живыми. Когда мы молимся о больных, мы говорим, Господь, соверши чудо. Исцеление – это чудо, скажите. А вернуться к нормальному образу жизни, проснуться утром, не пить таблетки, жить нормальной полноценной жизнью – это чудо. Это самое большое чудо. А вот просить исцеления у Бога – да, это сверхъестественное чудо – вернуться к нормальному, естественному своему пребыванию в этом мире. Творец – Бог чудес. И пусть Господь откроет наши глаза в этот месяц Ниссан. Огромнейший потенциал этого месяца. Пусть раскроет все чудеса перед вами, которые пролежат вам. В ваших семьях, в ваших домах, в ваших сердцах. Все принадлежит вам, потому что Творец – наш благ. Он раздал это добро своему творению. И мы, как Его творение, ответственны, чтобы это принять, оценить и воздать Ему благодарность. Аминь, друзья. Праздник Пейсах, праздник нашей свободы. Так говорит наша древняя еврейская традиция. Праздник нашей свободы. Время, когда мы провозглашаем, что мы свободные люди. Писание говорит, что мы свободные люди, потому что Творец освободил нас. Мы поговорим еще немножечко о свободе. Не сегодня. У нас есть и следующий шаббат. У нас есть много времени. Всевышний дал нам праздник Пейсах 8 дней. Кто рад, что праздник Пейсах 8 дней? Даже праздник Пейсах, скажем, он один день, но настолько в нем огромный потенциал, из него вытекает. Вся тема опреснока, мацот, хак, хамацот. Время мацы, время бесквасного хлеба, который символизирует жизнь без греха. Жизнь без всякого рода скверны. Жизнь без эгоизма, который подымает нас. Как тот хлеб заквашенный, маленькая доля закваски, хамец, подымает хлеб. Он не становится тяжелее, он просто становится больше. Наше эго, наш эгоизм, наше собственное я, значимость, подымает нас. Мы думаем, что мы такие большие. Нет. Мы просто заквашены своим собственным эгоизмом. И от чего мы чаще всего страдаем. Творец желает освободить нас от всякого рода эгоизма. Наш ецер, наше стремление к каким-то почестям, о чем сегодня было сказано очень сильно Борислав. Да, тот, который ищет себе славы, тот, который ищет себе внимания, почета. Всевышний избрал нас, как тот мацот, как маца. Скромность. Человек, который может дать свое, отдать, послужить тому, кто рядом. И в этом наше величие. Почитать один другого вышли в себя. И это замечательная тема. И перед тем, как Анжела выйдет, я знаю примерно тему ее стихотворения. Мне хотелось сказать, что самая одна из самых сильных заповедей, которая гласит об этом празднике, она включена в десятисловный закон, в диколог, да, или как его еще можно назвать. Это десять речений на иврите. Первое из них Я, Анохи, Ютхей Ваухей, тот, который никогда не начинался, который никогда не закончится, Он сама жизнь, Он твой Бог. И Он вывел тебя из земли Египта. Это первая заповедь, которая, в принципе, ни о чем, она ничего не повелевает нам. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египта. Эта заповедь ничего нас не заставляет делать. Через этот заповедь Творец учит нас о том, чтобы мы знали того, Который есть сама жизнь, Который есть само бытие в этом мире, Сам, Который дает жизнь всему, Он твой Бог. Единственное число. Творец говорит, не ваш Бог, а твой личный Бог, Который спустился в Египет, взял тебя за руку и вывел тебя из дома рабства. Он не просто Бог, Который сидит на троне, на троне славы и наблюдает за всеми нашими проблемами, бедами, за всеми нашими переполохами в этом мире. Он спустился в Египет. Он пришел в нашу реальность. И Он освободил нас своей сильной рукой. Еврейская мудрость говорит, что каждый пейсах, каждое поколение должно выйти из своего собственного Египта. Каждый из нас должен разобраться со своим личным, собственным фараоном. Выйти из дома Митсраем, из тесноты, из узости. У нас много узких вещей в нашей жизни. Даже мышление, даже наш взгляд на мир, наше понимание слова Бога, наше понимание Бога, эта узость нашего мышления, Творец выводит нас из этого Митсраема, наш Бог, который выводит нас из нашего собственного Египта. И эта заповедь говорит о великом Спасителе. Именно эта заповедь говорит о спасении, что Бог освободил нас, а затем все остальное, затем законодатель. Кто-то слышит сегодня, что в моем сердце? Сначала Спаситель, а потом законодатель. Я Господь, Бог Твой, Который вывел тебя из земли Египта, а затем все остальное. Делай, не делай. Если ты не переживешь и не познаешь Его лично, не встретишь Его в своей жизни, не выйдешь из дома рабства, из рабства греха, узости, нечистоты, скверны, страстей, похотей, ты никогда не сможешь Ему служить от всего сердца, от всей души, исполнять Его волю. Пусть Господь поможет нам вначале Спаситель, а затем Законодатель. И одно другому не мешает. Скажи соседу, не мешает. Не мешает. Сначала спасение по благодати, по милости Творец дает нам жизнь. И если в Египте посредством пасхального агнца, которому нужно было перерезать горло, его кровью помазать косяки, то сегодня в этой эпохе через смерть и воскресение великого Машеха Израиля Иешуа Господь доставляет нам величайшее избавление. Сегодня было сказано «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иешуа Мессия». Господь через него, посредством него доставил величайшее избавление сегодняшнему поколению или поколению, которое застанет эту потрясающую эпоху избавления из всех стран мира. Послушайте, если первый Пейсах в Египте был из одного места, три с половиной миллиона людей выходят из дома рабства и направляются по направлению к земле обетованной, то сегодня посредством великого Машеха Всевышний Царь Вселенной выводит нас из всех народов мира, из всех стран и племен языков собирая свой народ для великого Царства, для Царства Мессии или в место, где Всевышний будет править, где Всевышний будет управлять всеми нациями, всеми народами мира. Его имя в тот день будет едино и Он будет един над всеми народами земли. И все собрание доскажет Амин. Мы сегодня будем еще в этой теме говорить и в 6 часов вечера и будет у нас замечательное время на Седере еще вспоминать о том, как мы были избавлены, посредством чего мы были избавлены, глубина искупления. Песах раскрывает Седер, нам раскрывает насколько глубоко, далеко мы спустились от Всевышнего, от Бога ушли, и как чудесным образом Творец выводит нас в Царство Света, в Царство Славы, Царство Усыновления, Царство Жизни, Царство Вечной Жизни, если хотите, Творец доставляет нам это через Мессию Израиля, Спасителя Мира, если хотите, через Царя Иудейского, если хотите. Ему прожить трон Давида, ему прожить Царство над всем домом Якова, над всеми народами мира, он будет править с того места, где ему приготовлен трон, трон Давида, об этом говорит, клятвенный союз, который Творец заключил с праотцом, с царем Мелех Израиль, Давид, которому Творец поклялся, что на твоем троне сядет твой потомок, и он будет править над всем домом Якова и над всеми народами мира. Когда ангел Гаврил пришел к Мириам, к еврейской девушке, он сказал и повторил те слова, которые были запечатлены в этом завете с Давидом, тебе который сядет на троне Давида и ему пролежит царство над домом Якова. Что такое над домом Якова? Все двенадцать колен Израиля и над всеми народами мира. Ему покорность народов. Амин. Господь пусть благословит наше собрание. Всех слушающих. Анжела, пожалуйста, пройди. Шаббат шалом, дорогие. Сегодня Великий Шаббат, Шаббат Гадоль, это значит Ниссан десятого, он начался вчера вечером. Перед исходом из Египта была приготовлена народом Творца искупительная жертва, которой искупались только первенцы. Но спустя много времени была принесена еще одна исключительная жертва, которой стал Сын Божий. И только через него мы можем получить прощение. И только через Кровь Завета мы приходим к Единому Богу. Я прочитаю вам стихотворение, не расскажу. Называется Агнец Исхода. Испуганно к папе всем телом прижался, прислушалась ушко за внешней стеной, крик скорби лавиной над дом надвигался и первенцев смерть оставлял за собой. Испуганно люди куда-то бежали, скот жалобно блеял, мычал и ревел, и женщины в горе своем причитали в бессилии страхе у умерших тел. Я тоже умру, я твой первенец, папа, малыш произнес от испуга дрожа, не выдержав больше, он громко заплакал. Отец, наклонившись, обнял малыша. Ну что ты, сынок, мы ведь верим пророку, мы агнца в жертву за всех принесли, и кровь невиновного травкой и сопом на входе наш дом на косяк нанесли. И, видя, что сын все еще плачет, промолвил, ты верь, верь пророка сильней, мне трудно сказать тебе, что это значит, возможно, прообраз для будущих дней. Одно только знаю, что в агнце спасенье и кровь красным знаком на нашей двери великому ангелу зла и забвенья сегодня кричит, этот дом проходи, спасите, вдруг кто-то за стеной раздался и в дверь кто-то слабой рукой постучал, то мальчик, сосед, надо мной он смеялся, а я ведь вчера его предупреждал, услышали, тело мешком завалилось и мать или вопль зазвучал за стеной, виновна семья в том, что это случилось, к несчастью они выбор сделали свой, обвел мальчик взглядом простое жилище, нехитрый их скарб ждет в мешках у двери, их маленький дом был богим и нищим, достатка в Египте не знали рабы, вот грубо отесанный стол деревянный на песчаном полу покосившись стоит и жертвенный агнец какой-то он странный с пучком горьких трав на тарелке лежит не выглядит праздничным блюдо исхода не звал аппетитно и мясом не пах отдав свою кровь за спасение народа он тайной своей вызвал трепет и страх уставший малыш перепуганный грустный взглянул на отца и в плену тишины сказал он наверное очень невкусный скажи мне зачем это есть мы должны поднялся отец это замысел бога сказал он притускло мерцание свечей сегодняшний смысл моисеева слова возможно прообраз для будущих дней мы знаем что дал нам господь повеление в походной одежде у жертвы стоять с горькой травою и благоговением ее целиком торопливо вкушать пусть горечь травы иногда отвращения не вызовут ропота в наших сердцах он дал недостойным сегодня спасение величие египта повержено в прах хвалите его пусть нелепые странные сегодня вам кажутся божьи пути пусть даже безумны горьки нежеланны но вы продолжайте за богом идти день новый свободный стал тихо рождаться стояла семья у большого стола вкушала не очень невкусного акца но господу в доме звучала хвала какое великое благословение по вере отца вся большая семья в ту ночь когда шло по земле истребление спасение под знаком крови обрела он символы вникнуть умом не пытался но в сердце своем твердо верил и знал на дверь нанесу кровь невинного акца и дом свой спасу мне пророк так сказал тот тот агнец был символом божьего сына кто кровью своей будет души спасать он был полнотой всего слова господня когда от него будут люди вкушать не все божье слово и сочно и вкусно не все божье слово приятно на вид вкушая иметь можем горькие чувства и сердце нас судит и часто болит не все мы хотим выполнять в нашей жизни не все в наши души хотим помещать но мы милый друг не дойдем до отчизны пока не научимся горечь вкушать и если ты друг божье слово читаешь аминь на приятное все говоришь а то что не нравится ты отвергаешь и то что невкусно вкушать не спешишь и если ты иногда через брезгливость то слово что режет нас словно мечом не вкусишь все цело от господа милость не жди не спасется твой дом бог весь в своем слове где горький где странный где мягкий где жесткий где страшный на вид где легкий где сложный а где нежеланный бог весь в своем жертвенном агнце сокрыт вкушайте его его полное слово не надо куски выбирать повкусней вкушай торопливо уже час исхода вот позовет его верных детей пусть горечь травы тошнота отвращение не вызовут ропота в наших сердцах он дал недостойным сегодня спасение величие смерти повержено в прах хвалите его пусть порою странны сегодня вам кажутся божьи пути пусть даже безумны горьки нежеланны но вы продолжайте за агнцем идти аминь слава господом в заключение друзья я хочу напомнить что мы в главе цав глава прикажи и мне хотелось бы к нашей теме прочитать два стишка это книга воикра книга левит третья книга торы шестая глава семнадцатый стих восемнадцатый стих в синодальном варианте это будут другие цифры потому потеряетесь лучше слушайте сказал господь моше говори скажи аарону и сынам его вот закон о жертве греха очистительной мы говорили хатат грех жертва за грех корбан хатат вот закон о жерти греха очистительной на том месте где режут жертву всесожжения должна быть зарезана и жертва греха очистительная перед господом святая святых она в варианте синодальном будет великая святыня она священник совершающий ею очищение может есть ее на святом месте съедается она на дворе шатра соборного все что прикоснется к мясу ее освятится все что прикоснется к мясу ее освятится вы помните слова знаменитого великого раби шауля апостола павла воля божья есть освящение ваше все что прикоснется к ее мясу освятится апостол павел во втором послании коринфянам говорит он не знавший греха стал жертвой за грех хатат он стал грехоочистительным корбаном жертвой за грех чтобы мы в нем сделались праведными перед богом и всякий кто прикоснется к нему освятится каким же образом мы сегодня можем прикасаться к мессии я знаю что на пасхальном седере мессия не избрал пасхального агнца в символ своей смерти почему есть много вопросов была замечательная жертва она также входила в грехоочистительную жертву жертву сисажения назывался корбан минха она также была из пшеничной муки с пресной муки она также приносилась на жертвенник во искупление мессия поднял мацу а преснок на пасхальном седере преломил его и говорит это тело мое за вас ломимое всякий кто будет вкушать его кто прикоснется к нему освятится будет иметь жизнь в себе как я имею жизнь себе жизнь отца так вы будете иметь жизнь в себе это один из путей прикоснуться к мессии и пасхальная церемония это замечательный седер который мы будем проводить вместе с вами прикасаясь к тому который отдал свою жизнь тело которого было ломимо за наш грех или восставление наших грехов чтобы мы в нем соделались праведными перед богом пусть бог благословит нас прикоснуться к мессии в повседневной жизни мы можем прикасаться к ешуа и освящаться он есть живая тора он есть живое слово через которого весь мир был сотворен через которого ничего без которого ничего в этом мире не произошло он слово живого бога писание говорит нам чтобы мы каждый день прикасались к нему и освящались в своей жизни что такое святиться что такое быть святым это устраниться от зла устраниться от всякого рода скверны и приблизиться ко всевышнему прилепиться к нему стать близко не просто убежать от зла прилепиться ко всевышнему к богу к творцу к господу который дал нам жизнь и в этом суть нашего освящения смысл всей идеи святости пусть бог поможет нам прикоснуться к тому который является грехочистительной жертвой жертвой за грех еще раз повторю ибо его не знавшего греха он сделал жертвой за грех чтобы мы в нем в мессии в машехе соделались праведными перед богом пусть бог благословит нас мы поднимемся для последней молитвы и для последнего благословения и мы сегодня разойдемся но не забывайте у нас есть чудесная возможность приближаться к богу через мессию который есть живое слово живого бога и жертвенный агнец отдавший свою жизнь за всех нас проливший свою драгоценную кровь во искупление всего человечества господь бог наш царь вселенной бог авраама бог ицхака бог яков я молюсь тебе отец в эти предпасхальные дни о том чтобы каждый из нас еще и еще раз задумался о том какой великой ценой мы были куплены какой ценой мы были избавлены из дома рабства из дома греха проклятия узости тесноты тьмы и дала поклонство самолюбие себя люби эгоизма господь мы были рабами страстей и похоти мы были рабами своего собственного я мы были рабами своего собственного фараона творец и бог нас бог наш в этот пейсах сделай так чтобы египет вышел из нас многие из нас уже много лет находятся в твоем доме как однажды сказал один из великих раввинов очень важно выйти еврею из египта но еще важнее египту выйти из еврея боже я прошу тебя отец в это время перед пейсах освободи нас творец от всякого рода зла эгоизма нечистоты от всякого рода гордости превозношения скверны нечистоты грязных мыслей освободи нас удали из нас всю власть фараона удали от нас всю власть египта сокруши это под ноги свои соверши это творец бог мы молим тебя величайшем чуде сделай из нас этот бесквасный опреснок сделай из нас людей которые свободны от греха свободны от всякого рода зла творец сделай из нас тех людей которые готовы следовать за тобой подражать тебе соблюдать твое слово быть праведными господь я благословляю твое великое имя как много в этом слове чтобы мы сделались в нем праведными перед богом отец это новый уровень это новый степ это новый этап господь мы желаем приблизиться к тебе мы желаем подойти близко к тебе к святому то к тому который кадош господь помоги нам через этот пейсах вкусить всю сладость свободы твое слово говорит познайте истину истинно сделает вас свободными господь мы хотим преуспеть в понимании твоей истины в познании твоей истины слово познание истины это слиться с тобой соединиться с твоим словом слепиться с ним творец мы молим тебя в этот в это время пейсов шаббат гадоль пусть твои мысли станут нашими мыслями пусть твой путь станет нашим путем твоя воля будет нашей воли афинуши баши моим отец наш небесный да святится имя твое да придет твое царство да будет воля твоя на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам наш и не веди нас во искушение но избав нас от лукавого избав нас от всей этой власти тьмы ибо твое есть царство квурай ты ферет сила и слава вовеки амин амин и амин и амин и амин и амин Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Аминь.